Здравствуйте, в эфире Atomicent Business Channel. Меня зовут Тимур Ермашев, это программа «Эксклюзив». И сегодня у нас в гостях Алмат Басенов, главный дизайнер Национального банка. Алмат Галиевич, здравствуйте, спасибо, что пришли. Сегодня нашей национальной валюте исполняется 24 года, разрешите вас поздравить с этой датой. Если окунуться в историю, то можно вспомнить, что изначально ТИИН вводился в обращение в бумажном виде. Расскажите, пожалуйста, кто принимал такое решение и почему было именно так сделано? Ну, я думаю, все это было сделано, потому что еще не готова была, прежде всего, база для монетного двора, для создания монетного двора. То есть, поскольку это требует больших и капиталовложений, и покупки очень сложного и тяжелого оборудования, это невозможно было решить в такие короткие сроки. Поэтому вместо привычных нам сегодня металлических денег были введены бумажные. Ну, за 24 года наша национальная валюта не раз меняла свой облик, и от многих казахстанцев можно услышать сожаление о том, что с банкнот исчезли изображения наших известных исторических личностей. И скажите, пожалуйста, как принималось решение, ну, скажем так, обезличить наши купюры? Ну, вы, наверное, догадываетесь, что все разнообразие банкнот, имеется в виду их ряд дизайнерских, художественных, связанных, прежде всего, и с экономическими проблемами. Если помните, вторая очередь банкнот была выполнена практически на всех номиналах, был изображен Альфа-Раби. И поэтому это, конечно, делалось в целях экономики. Те времена были достаточно сложные в экономическом плане, на всем приходилось экономить. А вот первый ряд, где представлен весь портретный ряд наших известных исторических личностей, был сделан как бы, поскольку это была первая валюта, это нужно было сделать очень хорошо. Мы знаем примеры консервативного подхода к печатанию денег, да, вот, ну, к примеру, доллар США, который не меняется уже на протяжении многих лет, и в то время как наша валюта, она часто меняет свой дизайн. И скажите, пожалуйста, лично вы, вот какой из путей считаете наиболее правильным? Вы знаете, ряд дизайна банкнот меняется еще и потому, чтобы избежать подделок. Каждые 5-7 лет обычно меняется дизайн банкнота. Ну, вы понимаете, по каким причинам это все делается. Поэтому здесь и доллар не стоит на месте, он же тоже усовершенствуется, добавляются более совершенные защитные элементы в нем. Поэтому внешне, казалось бы, он по стилистике не претерпевает каких-то таких глобальных изменений, но на самом деле внутренняя начинка очень сильно меняется. За время своего существования отдельные купюры признавались на мировом уровне, да, то есть получали призовые места, признавались даже лучшими. Как вы думаете, ну, в чем секрет такого успеха? Ну, прежде всего, я думаю, в уровне дизайна, прежде всего. И плюс, в них использовались самые новейшие технологии. Зачастую на наших купюрах опробировались самые передовые защитные элементы. Вот как было в последний раз, допустим, на банкноте достоинства 20 тысяч деньги. По сути, это был пилотный проект использования бумаги, специальной бумаги, где есть и полимерная основа, и бумажная. То есть такая многослойная структура в этой бумаге. И поэтому, поскольку мы опробировали вот эту технологию, ну, нам за это и вручили первое место. Давайте поговорим о защищенности наших банкнот. Насколько, вот на данный момент, насколько трудно их подделать? Ну, я думаю, подделать их крайне трудно. Во всяком случае, если говорить о качественной подделке. Сейчас, конечно, уровень множительной техники, он очень высок. И, соответственно, банкнотное производство никогда не стоит на месте. То есть ежегодно придумываются какие-то новые защитные элементы. И в том числе мы должны тоже оберегать свою валюту, потому что никто не гарантирован от подделок. И поэтому у нас, я думаю, максимальная степень защиты, которая существует в мире, используется на наших деньгах. Вы занимаетесь дизайном казахстанских монет с 1999 года. Расскажите, пожалуйста, как создавались первые металлические деньги? Ну, поскольку вот наш разговор, если помните, начался как раз с вопроса, точнее, почему бумажные тины были, а не металлические, с первых дней, так сказать, ввода нашей валюты. Поскольку это очень наукоемкое производство монетное, требующее специальных больших прессов, тяжелого оборудования. Соответственно, очень сложно было создать базу непосредственно под монетный двор. Это огромные бетонные должны быть площадки, которые выдерживали большие нагрузки. Прежде всего, поэтому все это было связано, прежде всего, со сложностями строительства непосредственно корпусов. Конечно, вообще не было никакого опыта. Если помните, мы же вышли из рублевого постанства, фактически не имея никакого опыта производства ни бумажных денег, ни металлических. Поэтому нашими специалистами, собственно, все приходилось начинать с нуля. Все производство. И опираясь исключительно на свой собственный опыт. И первые деньги, конечно, печатались не у нас. Первые размерные деньги печатались, чеканились, точнее, в Германии. Первые коллекционные монеты печатались в Австрии, на австрийском монетном дворе. И первая наша монета, пруф, качество коллекционной, вышла только в 1998 году. А каковы вообще возможности нашего монетного двора? Какое количество монет чеканится в день или в неделю, в какой-то период времени? Ну, это сложно. Все зависит от потребности рынка, если, допустим, говорить о циркуляционных монетах, которыми мы пользуемся с вами ежедневно. Это все зависит от того, сколько их нужно для рынка. Поэтому каждый год эта цифра может плавать. А что касается коллекционных монет, то их в пределах 25-30. Ну, в некоторые годы может достигать 40, например, видов монет. Ну, а тиражи тоже диктуется конъюнктурой рынка. Если раньше у нас тиражи коллекционных монет были по 5-7 тысяч, то сейчас они сокращены всего объективных экономических причин. Первые монеты, как я говорил, чеканились за границей. На австрийском монетном дворе это была первая серия Абай. Она была посвящена Абайу Набайу 150-летию. И эта серия состояла из пяти монет. Дизайн был наш. Скульптура и чеканка делались уже на австрийском монетном дворе. А вот в 1998 году мы приступили к чеканке собственных монет. И таким образом в 1999 году вышла первая наша монета рубеж тысячелетия. Она была очень сложной технологически. Тогда, к сожалению, мы не знали, что существуют какие-то международные конкурсы. Поэтому она осталась, так скажем, не отмеченной международным рынком монет. Но по оценкам специалистов там были такие очень сложные технологические переделы, которые, может быть, даже сейчас мы повторить не будем пытаться, во всяком случае, так. Вот на данный момент какая из наших казахстанских монет пользуется особым спросом у нумизматов? Ну, я думаю, это целый ряд монет. Во-первых, наверное, стоит отметить наш технологический прорыв. Это использование редкоземельных металлов в создании монет. Такой металл, как тантал. То есть он широко используется в аэрокосмической промышленности. Мы решили его применять в серии «Космос». То есть монеты, посвященные освоению космических просторов. Тем более, имея такой бренд страновой, как Байконур. И вот эта серия традиционно пользуется спросом, особенно за границей. Мало того, наши специалисты монетного двора еще одну технологическую задачу блестяще выполнили. Они научились изменять цвет тантала. И сейчас в палитре цветов 12 оттенков, что, соответственно, просто расширяет возможности дизайна этих монет. И поэтому сейчас тантал мы используем не только в этой серии. Вот недавно вышла монета «Черепаха», монета «Благополучие». И теперь в году у нас будет по несколько, наверное, выходить монет с применением этого редкозема. Не секрет, что покупка коллекционных монет является неплохим способом инвестиций. Расскажите, пожалуйста, при каких условиях лучше всего вкладывать свои сбережения в приобретение отечественных монет? Вот чем отличается, собственно, монета от жетона или медали? Прежде всего, конечно, наличием номинала. Как только Национальный банк выпускает обращение монету, то есть публикует о ее выходе этой монеты, она сразу же попадает во все международные каталоги. Плюс ко всему тот же номинал и коллекционная составляющая обязывает банке выполнять свои, прежде всего, обязательства по тиражу. То есть если банк заявляет, предположим, выпустить тысячу или две тысячи этой монеты, он не должен сделать ни на одну монету больше. А вот таким качеством как раз жетоны и медали не обладают. То есть их тираж никем не регламентируется и ничем. Поэтому коллекционная составляющая, инвестиционная составляющая этой монеты меняется в зависимости от удачного дизайна, качества исполнения тиража в том числе. И поэтому любая монета, вот я хочу особо подчеркнуть, любая при своем рождении начинает неуклонно расти в цене. Просто степень этого роста уже определяется вот вышеперечисленными факторами. Поэтому вкладывать монеты вообще нужно, я считаю. И, во-первых, это отличный подарок. Это, прежде всего, инвестиции в образование собственных детей, потомков и прочее. Это очень хороший месседж через монеты. Потому что мы стараемся изобразить на монетах все наши бренды. Мы хотим показать всему миру историю культуры нашей страны. Возможно, кто-то, прикоснувшись поближе к истории культуры, полюбит нашу страну. В общем, мотивации тут много. И самое главное, что хотелось бы отметить, что монеты – это отличный имиджевый инструмент. Причем страновой инструмент. Вам не жаль, что наши теины, они фактически уже прекратили свое существование, то есть вышли из обращения? Я думаю, что это вопрос больше к экономистам, поскольку расчет потребностей, номиналов не совсем наша сфера. Но всему свое время. Напоследок принято говорить о планах. Расскажите, пожалуйста, можете ли вы раскрыть тайну, какие еще новинки готовит ваша команда? На самом деле, на следующий год мы запланировали очень много интересных монет. Прежде всего, это знаки зодиака, стихия воды, огня, земли, воздуха. И по стихиям как раз они будут отличаться и цветом. Вот эта танталовая уставка. Потом мы, мне кажется, очень интересную тему предложим нашим потребителям. Это тотемные животные кочевников. Это вообще такая сакральная тема для любого, мне кажется, нашего гражданина. И причем будет масса интересных художественных находок присутствовать в этой монете. Она будет абсолютно необычная. И я думаю, что она тоже удивит. Спасибо большое за интересную беседу. Я вам желаю успехов, наград и международного признания вашего творчества. Я напомню, что у нас в гостях был Алмат Басенов, главный дизайнер Национального банка. Я прощаюсь с вами до следующего эфира. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok